Бонжур, я в Париже. Привет, с вами Косё Гасанов. Я уже как полгода получил французскую визу и наконец-то я добрался до просто города мечты. Я забронировал себе квартиру, небольшую студию, точнее на Airbnb и это просто очень классно. Я уставший только что с перелета из Шотландии и я просто хочу выпекать квартиру, пока я ее не загадил. Здесь вот вход, это вот рабочее место. Я уже вытащил свой ноутбук, здесь вот письменный стол еще какой-то есть. Хозяин, как я понимаю, занимается чем-то связанным с искусством, поэтому у него вот много-много-много-много разных книг, тоже связанных с искусством. Здесь я буду спать кровать, здесь вход на кухню. Кухня тоже такая прям хипстая кухня, сразу видно, что люди такие творческие. И здесь ванна. Квартира, в принципе, обычно ничего особенного, но она очень уютная, посмотрите, прям мне очень-очень нравится, она мне прям вдохновляет. Обошлась она мне в 16 тысяч рублей за 5 ночей. Итак, какие же планы у меня на Париж? Хочу позавтракать в кафе на улице. Доброе утро, ребят, я пришел на завтрак, сижу прям на улице за столиком, нашел это место, не знаю, просто в гугле. Вот такой типичный французский завтрак, стоит 12 евро. Они постоянно едят на завтрак хлебушек с маслом и джемом. Также мне принесли смузи и кофе, еще будет яйцо. Я бы не сказал, что это огромный завтрак. И вот мне принесли яичко. Ребят, но я даже не могу словами передать, насколько у них вкусный хлеб. Он просто везде такой вкусный, что... Джемы просто потрясающие, нужно будет домой тоже купить. Конечно же, надо посмотреть на Эйфелеву башню и Триумфальную арку. Ну что, ребят, идем смотреть на Эйфелеву башню. Все, я доехал. Блин, у них такое метро, маленькие расстояния между станциями и так быстро ты езжаешь. Я сейчас ее увижу. Я ее вижу. О боже мой. Ааа, это так красиво. Она не такая высокая. Дошел я до Триумфальной арки и, если честно, я сюда дошел просто для галочки, потому что я не знаю, это просто арка и в ней ничего особенного нет. Единственная Триумфальная арка у меня ассоциируется с Ремарком, потому что я просто обожаю Ремарка и перечитал у него практически все. И, собственно, поэтому я хотел увидеть Триумфальную арку. А так, ну, арка как арка у нас в Москве тоже есть, просто более маленькая такая мини-версия. И люди залазят еще наверх. Там, по-моему, стоит около 10 евро. Я не собираюсь этого делать. Смотрите, какую православную церковь я встретил прямо недалеко от башни. Неплохое такое место РПЦ нашло. Посмотреть на город с высоты. Я дошел до района Мон-Мартер. Да, очень сложно выговаривается. И именно здесь на холме находится базилика Сакрефер. Я читаю, потому что думал, вдруг я неправильно прочитаю название. А вот и сам храм. Народу просто огромное количество. Посмотрите, сколько людей сидит и любуется видом. Все, я посмотрел на храм. К сожалению, там снимать запрещено. Хотя все втихаря снимали, поэтому я тоже немножко для вас заснял, чтобы посмотреть, как выглядит внутри. А сейчас я поднимаюсь на купол. Вход стоит 6 евро. И почему я выбрал именно такой способ посмотреть на Париж? Потому что, а, это дешевле в три раза, чем Эйфелевая башня. И, во-вторых, то, что с Эйфелевой башней не видно Эйфелевую башню. А я не хочу смотреть на Париж без Эйфелевой башни. Поэтому я поднимаюсь на купол. 300 ступенек. Все, я забрался. Сейчас отдохну. 300 ступенек. Не сказать, что сложно. Но, я немножко устал. Просто прекрасный вид открывается на Эйфелевую башню отсюда и на весь город. К сожалению, со стороны как раз башни светит солнце прямо в камеру. Поэтому там немножко странно все видно. С другой стороны, город виден намного лучше. Блин, какой же красивый город. Он просто, просто шикарный. Увидеть Нотердам де Пари. Каждый раз, когда я вижу подобные храмы, я всегда думаю о том, как же люди вообще раньше смотрели на них, на просто это огромное здание. И их просто этот божий дом, наверное, покорял. Потому что даже сейчас эта громадина, она реально огромная. Я напишу здесь, сколько на высоту. Смотрится очень круто. Внутри Нотердам де Пари прекрасен. Еще раз повторяю, что даже представить сложно, как люди раньше на него реагировали. Когда я зашел, играл орган, поэтому атмосфера была очень величественной. С какой стороны не посмотришь на Нотердам де Пари, он отовсюду красивый. Плюс сейчас цветет то ли сакура, то ли, я не знаю, что это, но очень красиво. И вообще все зеленое. У меня ощущение, что... Ну, у нас так, наверное, числа 15 мая в Москве. То есть, а сейчас... А сейчас... Какое сегодня число? Я вечно путаюсь в числах. Сегодня 2 апреля. Сходить в японский район и съесть лапшу. Я дошел до японского района. Он находится в самом центре города. И я просто хочу что-нибудь съесть, наверное, японское. Слушайте, это так классно, что у них есть такие кварталы. Можно, не выезжая из своей страны, попробовать реально аутентичную кухню. И тут везде ходят как азиаты, и они едят свою еду здесь. Так что классно. Я долго бродил по этой улице и в итоге сел в очень аутентичной кафешке. Большая часть клиентов были японцы. И мне так понравилась атмосфера. Было ощущение, что я просто переместился из Парижа в Японию. А заказал я лапшу, как и планировал. Смотрите, вот такой вот удон мне принесли. Прям настоящий японский вместе с креветкой в темпуре. Пусть не тихо. 16 евро и я сыт. Это, конечно, не дешево, но это было так вкусно и так по-японски, что и такая цена сойдет. Миссия выполнена, ребят. Посетить Лувр и сделать селфи с Моной Лизой. Билет в Лувр я купил онлайн за 17 евро. И так как людей много, нужно покупать билет на определенное время. Я приехал на час раньше и прогулялся по саду рядом с музеем. И, кстати, именно там находится колесо обозрения. После прогулки я пошел в Лувр. И что меня расстроило, там не было русского аудиогида. Я скачал себе русский аудиогид через интернет, и он был не очень. Поэтому это единственный минус для меня. Все залы очень красивые. Так как аудиогид у меня был не очень хороший, я просто гулял по залам и наслаждался картинами. Также мне безумно понравился отдел, связанный с Древним Египтом. Ну, а селфи, конечно, с Моной Лизой я сделал. Куда же без этого? Хочу просто погулять по городу. Мое сердце забрал Париж. Очередной город забрал мое сердце. В очередной город я влюбился. И, во-первых, прекрасная погода. Голубое небо. Очень тепло. Все зеленое. Как можно быть таким красивым? Я не знаю. Короче, продолжаем гулять. А я пока от восторга просто сейчас потеряю сознание. Это когда реальность превзошла полностью. Все твои ожидания. Потому что я много раз слышал про Париж. То, что говорили, что это не очень хороший город, что он грязный город и тому подобное. Поэтому ожидания у меня были вот-вот такие. Но он оказался настолько прекрасным городом, что я просто в восторге. И я не могу поверить, откуда у людей был негатив по поводу этого города. Так что Париж просто прекрасен. Смотрите, какие у них поезда в метро. Очень такие похожие на какие-то старинные трамваи. Очень узкие. Кстати, вообще каждая станция выглядит вот таким образом. Это просто типичная станция для Парижа. Я еще слышал очень много плохих отзывов о парижском метро. Пока я вообще ничего плохого не могу сказать. Мне все очень нравится, очень удобно. Я не знаю. А еще здесь прямо около входа есть вот такие вот сидения. Можно их просто раскрыть. Если много народу, то все стоят. Я купил себе за 14 евро 10 поездок. И, кстати, станции просто безумно близко друг к другу расположены. Через каждые, наверное, 40 секунд остановка. А это уже обновленные варианты таких же трамваев. Само далеко в Париже станции друг от друга находятся на расстоянии 500 метров. Смотрите, мне ехать вот отсюда сюда. Дофига просто станции, но ехать минут 7. Ребят, смотрите, просто поезд на колесах. Это какой-то метроавтобус. И есть такая целая ветка здесь в парижском метрополитене. Очень странно смотрится. Также в выходной день я прогулялся по парку не в самом центре города. И мне там так понравилось. Все были с детьми, с собаками, сидели на траве, общались, играли в игры, ели всякие вкусняшки. Атмосфера была как в каком-то кино. Плюс погода, конечно, в Париже меня радовала ежедневно. Обязательно увидеть Диснейленд. Ну а сейчас мы с вами отправимся в сказку, в Диснейленд. Это была моя мечта детства, поэтому я был безумно рад оказаться там. Рядом находятся сразу два парка. Это Диснейленд и Walt Disney Studios Park. Билет в оба парка стоит около 100 евро, да. Это очень дорого. Но я сразу хочу сказать, что если вы, как я, любите аттракционы, то эти парки не для вас. Там все аттракционы отстойные по сравнению с другими парками, где я был. Ехал я в парк не кататься, а наслаждаться сказкой. Мне очень понравилось шоу с героями сказок. И каждый день в 5 часов вечера у них парад, на который я просто смотрел с улыбкой до ушей все время. А перед закрытием каждый день салют. Хочу попробовать что-нибудь вкусное. Сладкое. Не сказать про это я не мог, потому что булочки, макароны, пирожные будут вас окружать в Париже повсюду. Собственно, как и запах этих булочек. Ну что, ребятушки, сейчас мы будем с вами пробовать сладости. Я купил хлеб, он стоит евро 20. Но там был такой приветливый персонал в булочной, что когда они узнали, что я из России, они мне многое дали бесплатно. Поэтому мне хлеб и вот столько пирожных обошлись всего лишь 5 евро. Вот эти 2 дали бесплатно и вот этот 1 дали бесплатно. Короче, я заплатил за хлеб, вот за это и за это, по-моему. Вот такой вот набор у меня получился. Все-все-все-все-все вот это мне обошлось ровно-ровно в 20 евро. То есть в 1250 рублей. Господи, как это дешево. Но, конечно, половину из этого мне подарили, поэтому не считается. Но все равно. Ну что, за вас прекрасный апельсиновый сок. Они делают вот шикарный апельсиновый сок всего лишь за 2 евро. Итак, начнем с эклерчиков. В Париже, во Франции безумно вкусный. Выпечка, кто там стучит? Все полностью забито шоколадом внутри. Прям вообще нет свободного места. Безумно вкусный шоколад. Еще есть вот такой. Я не знаю, может быть это карамельный. Я попробую. Ох, ребят. Меня ждет, наверное, просто повышение сахара в крови до невозможности. Дали мне еще вот такие вот. Почему я говорю, дали? Потому что бесплатно. Вот. Посмотрите, какой секс. Сейчас попробуем вот такой торт. Сверху шоколад и орехи. Снизу тесто вот как печенье. Как будто печенье перемололи и сделали из него коржики. Я сейчас дохну. Сверху безумно вкусный молочный шоколад. Знаете, за что я люблю Францию? За сыры. И сейчас покажу вам, как сделать просто невероятно вкусный сэндвич. Для этого вам нужен французский багет и французские сыры. Берем свежий багет. Нарезаем. И потом разрезаем его вот так вот. Нам понадобится сыр с плесенью. И вот такой вот мягкий сыр. Нарезаем несколько кусочков. Прям такой, чтобы добротный был сэндвич. Дальше берем сыр с плесенью и тоже нарезаем на кусочки. Я просто обожаю этот сыр. Очень много сыра. Прям реально много. Духовку на пару минут. Готово. Можем доставать. Будем пробовать сэндвич. Весь сыр растаял. Он стал таким хрустящим. Я просто обожаю сыр. Я могу, мне кажется, только сыром питаться и больше ничем. Купил себе вот такой прекрасный просто макарон с малиной. Прям такой макарон-бургер. И внутри, по-моему, крем. Сейчас я буду пробовать. Стоило 3,5 евро. Прям очень интересно, как это будет на вкус. Здесь сверху шкаут, но я не очень хочу шкаут. Это безумно вкусно. Только он супер мягкий, поэтому он развалился. Обычный просто макарон. А внутри как будто заварной крем, который только не очень сладкий. И свежая малина. Это потрясающе. Просто огромный-огромный макарон. Кстати, этот макарон даже вкуснее, чем те маленькие. За ваше здоровье. Потому что у меня ощущение, что в Париже у меня просто сахар в крови поднялся до максимума. И я умру. Так что садимся на диету. Доброе утро, ребят. Я снова сижу на завтраке. И ну что, стандартный завтрак опять французский. И заказал хлебушек, яйцо, кофе. Посмотрим, что мне принесут. И сижу я на улице. Вообще мне нравится, как вот в некоторых странах. Во Франции так делают, в Испании. Я не знаю, где еще. Но очень много в Европе. Просто сидят вот так вот на улице, за вот такими небольшими столиками. И это очень прикольно. Так что сейчас позавтракаю. Я сегодня что-то очень поздно проснулся. Кстати, я живу в этом районе, вот в этом доме. Мне очень нравится мой район. Вот такой завтрак мне принесли практически как тот раз. Здесь джем с маслом и хлебушек. Кофе, двойной эспрессо и яйцо с маслом, по-моему, тоже здесь. Это было очень вкусно. И я еще хотел сказать, что мне очень нравятся жители Франции, жители Парижа. Прям очень классно. Мне нравится, как они общаются. Мне нравится, как они разговаривают. Мне нравится, как они выглядят. Вообще все нравится. Прям приятно. Знаете что, такие завтраки делают меня еще более счастливым. Просто так приятно сидеть. Периодически можно разговаривать с теми, кто сидит рядом, если они говорят по-английски. Очень хорошо говорил официант по-английски, поэтому я с ним перекинулся пару разных фраз. Так что очень приятно прям вообще. Все, ребят, собрал чемодан, рюкзак, пакет у меня еще огромный, блин. И сейчас буду заполнять ваши открытки и отправлять. Открытки я разыгрываю в Инстаграме, если вы не знали. Эх, я уже скучаю по Парижу, серьезно. Мне безумно здесь понравилось. И прям грустно, 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 грустно уезжать. И мне понравилось все. Мне понравились очень люди, безумно классные французы. С английским проблем у меня ни разу не было. Вот вообще просто ни разу. Вообще французы очень приятные, очень хорошо одеваются, очень красивые. И вот эта вот смесь разных национальностей, она сделала их внешность очень классной. У них у многих темные волосы, светлые глаза, кучерявые волосы. Я не знаю, это просто очень классно выглядит. В принципе, атмосфера в городе мне тоже безумно понравилась. Так что, прям грустно, серьезно. Так что я вернусь еще. Я даже не знаю, никаких существенных минусов особо нет. И на этом все, ребят. Оставляйте свои комментарии внизу. Ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео. До новых встреч. Пока-пока. Свежие новости, ребят. Я только что сел в поезд, и когда я спускался на платформу, у меня украли телефон. У меня украли телефон, но я его вернул обратно через минуту. Короче, я спускался на эскалаторе, и я смотрел, когда у меня вылет. И я буквально на секунду положил в карман телефон, полез за ним обратно, а его нету. И я поворачиваюсь, что здесь какой-то парень просто мешкается, и мой телефон лежит у него в книжке. Просто у него в книжке мой телефон. И я такой, отдай мой телефон. И он просто вернул мне телефон. То есть мой телефон украли на 30 секунд. Жесть.